Доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим о нашумевшем виде мошенничества в интернете. Причем развести по-новому могут тех, кто ранее уже был обманут. Ни для кого не секрет, что интернет позволяет миллионам людей по всему миру зарабатывать деньги, в том числе благодаря трейдингу. То есть любой дееспособный человек, достигший совершеннолетия, имея начальный капитал, может выбрать для себя ту или иную компанию, которая предлагает инвестиции с расчетом на прибыль. Эту сферу, впрочем, как и другие, нельзя назвать простой и, к сожалению, доверчивые люди, недостаточно разбираясь в теме, теряют деньги. После чего обманутые инвесторы ищут способы вернуть свои средства и тут на сцену выходят компании по чарджбеку, которых не составит труда найти в интернете. Но для начала разберемся, что такое чарджбек. Чарджбек это процедура, по которой можно оспорить банковский перевод денег, если контрагент оказался недобросовестным. Допустим, покупатель перевел деньги продавцу, а потом понял, что тот не выполнил условия договора. Тогда покупатель может обратиться в свой банк с письменным заявлением на возврат платежа чарджбек. Срок подачи заявления зависит от банков и платежных систем. Например, у визы и мастер-карт это 120 дней. Заявителю придется доказать, что его обманули и доказательства должны быть очень убедительными. Но даже если предоставить все доказательства, автоматически деньги не вернут. Банк изучит ситуацию и свяжется с платежной системой, а та с продавцом. Если продавец докажет свою добросовестность, то система откажет в чарджбеке. Только если доказательств не будет или продавец не убедит в своей добросовестности, покупатель получит свои деньги обратно. С брокерами ситуация еще сложнее. Кроме того, что они сами указывают информацию о рисках в договоре и отказываются от ответственности, большинство из них регистрируются в офшорных зонах, откуда достать деньги практически нереально. В последнее время в интернете развелось много псевдо юристов, которые предлагают услуги чарджбека. Данные Робин Гуды активно рекламируют себя в этой сфере. Да-да, именно Робин Гуды, так как сказочно обещают почти каждому обратившемуся вернуть деньги. Они требуют лишь небольшой процент. При этом стоит отдать должное, отыгрывают отдельные персонажи, как опытные театралы, рассказывая клиенту о том, как тяжело и практически нереально ему будет вернуть деньги самостоятельно. Псевдо юристы готовы решить все за вас, без вашего участия, а всеми бумажными делами и переписками будут заниматься специалисты. Со слов недоюристов, вам остается расслабиться и заниматься своими делами, а потерянные деньги придут вам на карту. А пока ваши деньги находятся в свободном плавании или владелец брокерской компании на них уже покупает новенькие элитные автомобили. Лжи юристы озадачены, как взять с вас процент за возвращаемую сумму. Высоко квалифицированные юристы, супермены в области чарджбэк и просто хорошие ребята на просторах интернета. Такое впечатление пытаются создать представители компании Ness, которая не так давно унаследовала все самые худшие качества своего предшественника Unicorn. Оно и не удивительно, так как собственник не изменился. Основателем Ness является уроженка Азербайджана Назелян-Урмамедова, национальность мы упомянули не зря, так как именно Азербайджан составляют большинство работников фирмы, а-ля клан Сопрано. Когда проект Unicorn перестал приносить прежние прибыли и столкнулся с большим негативом в интернете, была основана новая компания Ness и о ней мы детально расскажем в следующем обзоре. Полное расследование о данной компании будет на нашем канале уже в ближайшее время. Прямо сейчас вы можете поддержать создателей лайком, комментарием и репостом в свои соцсети. Будьте бдительны и до новых встреч!